Дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители моего канала, Саня Нэкшин Студия приветствует всех в Кисловодске и предлагает вашему вниманию посмотреть обзор номера санатория Солнечный, в котором я здесь остановился. Вот так вот выглядит с фасада, с центральной части данной санатории. Отдыхаю я здесь в феврале 23 года. Здесь вот все еще стоит новогодняя елка и сейчас мы пройдем в номер и я вам подробнейшим образом расскажу как он выглядит, какое имеет наполнение. Здесь условно четыре категории номеров. Есть стандартный эконом и люксовые номера. Самые простые эконом они меньшей площади могут быть как с одной кроватью так и с двумя. Следующие стандартные идут немножко побольше площади порядка где-то там 20 там чем-то квадратов. Эконом поменьше 17 квадратов и которые категории люкс номера они идут уже двухкомнатные. Там есть диванчик и они дополнительно оснащены кондиционером. А первые же две категории самые бюджетные, самые простые они без кондиционера. Так что если вы сюда намерены ехать в летние месяца отдыхать имейте ввиду что здесь будет жарковато. Они выдают по запросу вентиляторы, но я думаю что вряд ли он как-то поможет в жару. По стоимости мы брали путевку, туристическую путевку с авиаперелетом из Екатеринбурга на неделю. Двое взрослых порядка 80 тысяч с трехразовым питанием. Подробный обзор питания в данном санатории вы можете также посмотреть у меня на канале. Ссылочка будет внизу под видео. Также если вам интересно основное описание, что вообще в отеле есть интересного, что в данном санатории есть интересного, а также можете посмотреть видео с обзором на моем канале. Все ссылочки будут внизу под видео. Проходите, смотрите. Санаторий состоит из четырех корпусов. Вот это самый крайний четвертый корпус. Мы поселились на восьмом этаже. В корпусе, в каждом корпусе где вот лестничная клетка вот стеклянные витражи, за стеклянными витражами имеется два лифта. Один грузопассажирский на 10 человек и второй обычный пассажирский на 4 человека. То есть вот один маленький, один большой. Вот конечно же в то время, когда все куда-то ходят на процедуры, еще куда-либо. В данном санатории лифт очень перегружен и его приходится долго ждать. Также небольшая рекомендация. Лучше селиться на верхних этажах. Это где-то 8-9. Там оттуда просто шикарнейший вид на горы. Я вам немножко покажу. И еще отмечу, что все номера без балконов. Вот эти, которые где застекленные такие, типа балконы. На четвертом получается, это же четвертом, пятом. Это скорее всего номера большей площади. Обыкновенных балконов, чтобы выйти постоять, подышать воздухом, таких номеров здесь нету. Так что имейте это в виду. Вот. Ну и теперь давайте пройдем в номер. Посмотрим, что там есть интересного. Кстати, в обходных листах у медицинского работника здесь номера именуются палатами. Так что, пусть это для вас по приезду не будет сюрпризом. Имейте в виду. Вот четвертый корпус у нас. Вот это был обычный лифт на 5 человек. В него мы не попали. Сейчас уедем на грузовом. На первом этаже здесь кислородные коктейли. Итак, вот мы поднялись на этаж. На восьмой этаж четвертого корпуса. Вход вообще в номер осуществляется по таким пластиковым карточкам, которые выдают в такой вот книжечке своеобразной, которую нужно предъявлять при посещении столовой основной. То есть стоит там контролер на входе и ее нужно показывать, что вы здесь живете, что она у вас есть. Что вы реально проживаете в данном санатории. То есть это вот такой нюанс. Есть такой вот недостаток, я бы даже сказал, что с ней нужно постоянно таскаться, к ней постоянно привязанный получаешься. Нумерация всех комнат, всех номеров четырехозначная у них. То есть первая цифра это у нас получается корпус, вторая это номер, этаж, вот восьмой этаж и просто номер. Свет автоматически выключается. Номер открывается вот таким вот ключом, картой пластиковой, как я еще раз сказал, с магнитной полосой. Его нужно вставлять только определенным образом. Зеленая кнопочка загорелась. Заходим. Так, давайте зайдем в номер, посмотрим, как он выглядит. Есть, комплектуются номера, вот такие у нас было трое, с такими одноразовыми тапочками. Давайте я их одену. Итак, сразу же при входе в номер нас встречает вот такой небольшой холл, небольшой, такая гардеробная комната, так скажем, буквально тут 2 на 2 метра, то и меньше. С одной стороны у нас здесь ванна, санузел, ванна, туалет и шкаф. Небольшой шкаф, тут вот несколько полочек у него есть и есть для верхней одежды пять плечиков. Полотенца здесь дополнительные лежат. Вот, ну, давайте сразу же зайдем, наверное, в санузел, посмотрим, чтобы сюда не возвращаться. Совмещенный санузел, ванна обычная, стальная, стоит здесь на полтора метра длиной. Душ и вот такая перегородка стеклянная. Очень неудобная, скажу сразу. Почему? Потому что половина всей, когда душ принимаешь, половина всей воды падает, льется на пол. Очень неудобно. Но для этого они предусмотрели здесь вот такой дренаж на полу, слив. Есть веревка сушильная, вот так она выдвигается, такой обычный способ, и он в противоположной стене вставляется. Сантехника примитивная, скажу сразу. Вот, давайте покажу. Краны такие старенькие, все хрустят. Фраб фирмы. Но, в принципе, бежит и проблем нет. Есть какие-то отверстия до этого, были старые, остались не замазаны. Конечно, все так несколько грубовато выглядит. Здесь у нас зеркало, также здесь одно отверстие. Комплектуется. Каждый день при уборке кладут вот такие гели-шампуни. Давайте поближе покажу. Шапочка есть и мыло. То есть, в принципе, стандартный набор. Унитаз тоже обычный. Каждый день меняет полотенце. Можно на пол, напольное полотенце. И вот такие большие банные полотенца, ванные. Для рук маленькие полотенца есть. И нам вот таких два белых махровых халата. В них очень удобно, конечно же, ходить в бассейн. То есть, его одел на первый этаж, на второй этаж спустился. И иди себе в бассейн. Вот, давайте покажу полотенцесушитель. Мне кажется, здесь новый сделан. Вот, и он по отверстиям не подошел. И вот так вот тут на соплях никак не держится, никак не закреплен. Давайте покажу. Надеюсь, видно. То есть, ну, все так очень простенько, примитивно. Есть одна резеточка для фена. Фен лежит там в комнате отдельно. Сюда его нужно приносить при необходимости и сушить волосы. Ну, в общем, как-то вот так выглядит. Есть здесь гардеробная, да, с небольшой полочкой. Два, три крючка. Зеркало. Самое, что ни на есть, миниатюрное. Ну, в принципе, ничего такого особо. Основная комната спальни вот так выглядит. Либо здесь будет две кровати, или вот у нас с ребенок с нами. И мы дополнительно здесь предоставили спальное место, раскладушку. Вот так это все выглядит. Две прикроватные тумбочки. С каждой стороны кровати есть маникюрная. Уголок, так скажем, столик с зеркалом. И над ним часы. Вот так вот они выглядят. Вообще, в каждом номере есть часы. Даже в медкабинетах у врачей, вот один в один, такие же висят часы. Комната ориентировочно где-то 5 на 3 метра. В длину 5 и в ширину 3 метра. На полу постелен ковролин. Такой по нему очень довольно-таки комфортно ходить. И это, конечно же, большой плюс для отеля. Есть вот небольшой мини-холодильник LG. Вот так он выглядит. Нормально работает, морозит и довольно-таки тихо работает. Вот это тоже очень приятно. Старенький, добротный, хороший холодильник. Сразу же попрошу извинения не обращать внимания за вещи, за чемоданы, которые стоят. Но просто их некуда вынести, чтобы вам показать, как выглядит номер. Два кресла. Вот таких вот хороших, мягких есть. Одно здесь, другое с другой стороны кровати. Есть столик вот такой небольшой. Два стакана стеклянных, граненых. Имеется и вот такие две бутылочки ледниковой воды местной. Обычная негазированная вода. Одну уже выпили. И две кружечки есть. Вот такие. Две кружечки, две ложечки. Вот телевизор. Где-то метровой диагонали, в принципе, хорошо показывает. Все каналы плюс-минус есть. Все работает. Также есть телефон. Кому, если интересен, для связи с рецепшеном, там еще каким-то, по каким-то номерам звонить. Замечания по уборке. Также оставлять какие-то просьбы. Тоже можно по телефону. С другой стороны также вот тумбочка, как вы видите, и кресло. Давайте покажу, как работает светильник. Светильник есть. Отдельно вставляется в резеточку. Все работает. Все без замечаний. Все хорошо. Постельное белье, уборку каждый день делают. То есть, если нет необходимости, можно повешать табличку на дверь. Как обычно, к вам не будет приходить. То есть, ну, нам несколько раз приходили каждый день. И, в принципе, всегда чистое, хорошее белье. То есть, замечаний по постельному белью вообще нет. Я специально не стал заправлять кровать. Показать вам, как оно выглядит. Хорошее белоснежное, чистое белье. Вот. По кровати. Это здесь две кровати составные. Вот, как видите. И причем, каждая кровать состоит из двух матрасов. Двух матрасов довольно-таки мягкие. В них проваливаешься, но они обычные. Обычные, пружинные. То есть, когда там переворачиваешься, там что-то садишься, все хрустит. Как-то так вот некомфортно. И плюс, к сверху нам еще вот такой вот, как бы, тоненький матрас. Большой, сплошняковый. На всю кровать постелили они. Вот. То есть, ну, кровать такая, как бы на троечку. Но постельное белье хорошее. Мне очень понравилось. К нему замечаний нет. Есть у нас тут радиатор отопления. Висит, хорошо греет, горячо. Вот сейчас вот зима. И, как, может быть, вы видели, у них есть своя котельная. Вообще, полностью обзор данного санатория есть у меня отдельно на канале. Кому, если интересно, проходите, смотрите. Также есть у меня на канале обзор питания, какое здесь прилагается. Скажу в двух словах, что здесь трехразовое питание. Плюс, дополнительно, полдник для детей здесь у них есть в 4 часа. Вот. Ну, там по мелочи яблоко дают, там печеньку, творожок и сок маленькую коробочку. То есть, ну, приятно, что хоть как-то о детях худо-бедно здесь тоже помнят. Очень красивая картина. Скажу, вот еще отмечу, висит над кроватью. То есть, ну, в принципе, как бы и плюс потолок. Очень высокий потолок. То есть, вот у меня на вытянутую руку вот встал. Если вот вы видите, тут еще вот добрый метр. То есть, ну, потолки точно 3 метра с хвостиком, я думаю. То есть, ну, пространство над головой довольно-таки хорошее. Из-за освещения вот такой небольшой плафончик у них есть. Вот, светодиодный. И все. И вот три, вот, и две прикроватные, два прикроватных светильника. С этой стороны тоже картина висит. Такая небольшая. Ну, и, в принципе, больше ничего. Из недостатков, да, давайте перейдем. Нет кондиционера. То есть, ну, вот в летом приедет сюда отдыхать. Это вот с мая по сентябрь примерно, да. Будет на улице под 30 градусов. И с обеда солнце сюда повернет. Сейчас вот, как вы видите, время 15 минут 12. А с обеда солнце сюда поворачивает. И, конечно же, здесь будет очень сильно нагреваться комната. И будет жарко. Но, если вам принципиально это наличие кондиционера, тогда вам надо будет выбрать номера категории люкс. Они, конечно, будут дороже стоить. Здесь с жарой для клиентов они борются с выдачей вентиляторов. То есть, ну, если вас это как-то удовлетворит наличие вентилятора, можете спуститься на рецепшн и попросить. Если, конечно, они еще останутся. Ну, и давайте немножко выглянем в окно, так скажем. Посмотрим, какой вид. У нас, получается, вид над бассейном. Вот снизу это бассейн находится. Там тренажерный зал. Сверху у него часть крыши стеклянная вот такая сделана. То есть, ну, бассейн вообще очень хорошо. То есть, если как интересно вам, как выглядит бассейн, смотрите. У меня тоже в отдельном видео обзор санатория. Там я небольшую, небольшую вставочку с рассказом о бассейне я вставлю. Вот детская площадка вот здесь виднеется также. Там есть батут, небольшая горочка. На полу там резиновое покрытие. То есть, ну, в принципе, плюс-минус так неплохо. Со всех сторон, вот как вы видите, такие вот красивые горы окружают. Обязательно прогуляйтесь в парк, который здесь находится, в Кисловодске. Прокатитесь на канатной дороге. Мы ходили и просто вообще были в восторге. Есть там на самом верху обзорная площадка. Вся вытоптанная, правда, с которой можно в хорошую погоду полюбоваться Эльбрусом. Если будет ясно, вот как сегодня примерно на горизонте, если облаков не будет. Ну, сегодня не совсем, конечно, ясно. А если на горизонте облаков не будет, вы обязательно увидите Эльбрус. Это очень высокая гора. Вот где-то ориентировочно в 40 километрах отсюда. И ее видно. Видно ее из Пятигорска. То есть, там вот вообще от всех ближайших возвышенностей, если ничто не загораживает прямой обзор. Эльбрус видно отсюда и подавно видно с высот, так скажем. В номере берет Wi-Fi. То есть, проблем нету. Каким-то подключением гаджетов, телефонов. Если у вас есть необходимость, обязательно берите. Подключиться к сети вы сможете как-то связаться с родственниками, там еще с кем-то, каким-то там почту почитать, там и т.д. и т.п. так скажем. Также к недостаткам, вот лично для себя, то есть, я не обобщаю, вот лично для тебя я отношу наличие вот этих часов, как бы, ну, у всех телефоны есть, как бы время всегда видно. А вот здесь вот эти часы, они есть, они очень противно тикают. То есть, вот спать вот просто вообще, как по голове стучат. То есть, ну, давайте вот на секунду, сейчас поближе поднесу камеру, будет слышно, я думаю. Вот, мне это очень не понравилось. Если бы они хотели часы, сделали бы какие-нибудь электронные, это было бы гораздо приятнее. А вот эти вот часы, еще такие вот огромные, ну, где-то, я не знаю, не в номере их явно, их не место, так скажем. Ну, это, говорю, лично мое мнение. Вот, также к недостаткам отнесу пребывание в данном санатории, это, что нужно постоянно, допустим, сюда в стоимость входит, в двух словах скажу, что есть оздоровление, да, программа и лечение. С оздоровлением сюда входят кислородные коктейли, фитобар, входит минеральная вода, то есть, 6 видов, включая теплую, холодную, то есть, и синтуки, сульфатная там какая-то, сульфатно-там натриевая какая-то вода, или просто, или сульфатно, и славяновская. И вот обе эти вот три вида воды, минеральные, они есть в теплом и холодном виде. То есть, вот основные вот такие моменты сюда входят. Ну, и посещение бассейна входит, в котором есть там несколько бань, бань-саун, тренажерный зал. Также в номере есть, в отеле, вернее, есть вот именно в этом четвертом корпусе, есть две детские комнаты, на третьем и на шестом этаже, там для тех, кто поменьше, для тех, кто постарше. То есть, вот эти основные входят. А с лечением там уже входит какие-то наборы, посещение каких-то врачей, но это нужно дополнительно узнавать, что туда входит. Если вы, допустим, без лечения, с оздоровления приедете, сходите к терапевту, посещение которого бесплатно, а так вообще посещение врачей, порядка где-то, каких-то узких специалистов вам нужно определенных пройти. Это все за отдельную плату. Например, вот лор, я скажу, что стоит 900 рублей. И там какие-то процедуры или еще что-либо там, допустим, он вам назначит. Это уже за отдельную плату. И нужно ходить все время вот с таким вот листом со штрих-кодами. То есть, вот это мне, честно говоря, вообще не очень понравилось. Постоянно вот нужно вот этот листочек носить, нужно карточку на обед носить. То есть, вот это вот. Вот такой вот. С такой вот карточкой ходить все время. То есть, ну, это несколько, не совсем удобно. И постоянно какая-то вот это в голове все это гонять. Вот этот момент я отнесу к определенным недостаткам. Ну, плюсы, конечно, это большое количество врачей. То есть, сразу же скажу, что если вы с их что-то, есть какие-то прямые показания какому-то оздоровлению, лечению, конечно же, надо сюда ехать. Вам здесь очень понравится. и целый день ходить по врачам, там, ну, полдня, допустим. То есть, ну, очень много чего интересного есть. Всевозможные ванны, барокамера, души, каких только нету, циркулярные. То есть, ну, больше 400 всяких, всяких-всяких, в общем, процедур сюда включено. Массаж, скажу, что полный вообще массаж тела стоит где-то 2 600. То есть, одной зоны что-то там, ну, в пределах там рублей 300 или 400. Ну, одна зона, это там вообще, как бы, ничего такого. Там спина, сколько я знаю, состоит там или 5 или 6 лизон. То есть, ну, вот говорю, полный массаж с ногами там стоит, ну, недешево. То есть, проще сходить вот на массажное кресло, куда вот мы ходили. И мне, в принципе, понравилось там роликовый и воздушно-компрессионный массаж там у него применяется. То есть, ну, хорошее кресло 10 минут стоит 150 рублей. То есть, полчаса 300 рублей. То есть, ну, вот эти вот цены вообще такие очень демократичные. Вот. И довольно-таки неплохо проминает. И какой-то, некая такую легкость, какой-то такой заряд бодрости, так скажем, заряд энергии какой-то получаешь. Вот еще забыл отметить, в отеле есть вот такие вот, такой швейный набор кладут. То есть, ну, мало ли, кому-то, если надо что-то будет подлатать, подшить, там, пуговицу, там, оторвавшуюся и так далее, то есть, тоже это отмечу. Ну, а так, в общем и целом, для двоих, конечно, номер довольно-таки хороший. Санаторий вполне оправдывает свои три звезды, целиком и полностью. также, если кому интересен обзор питания в данном санатории, посмотрите мое отдельное видео, ссылочка будет внизу под роликом. Кому интересен вообще обзор санатория с описанием территории, там, также есть у меня на канале отдельное видео, проходите, смотрите, внизу под роликом будет ссылочка. В общем и целом, говорю, мне все понравилось, всем, всем остались довольны. Если остались какие-либо вопросы, задавайте внизу под видео, без проблем всем отвечу. Также, если вы все еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это прямо сейчас и в колокол также не забудьте ударить, чтобы не пропустить все самые новые видео. Ну и всем пока-пока и до встречи в новых видео, в новых отелях, в новых санаториях. Субтитры сделал DimaTorzok